За последние годы вышло так много подражателей Dark Souls, что уже можно смело утверждать о становлении нового жанра игр, который пока что принято просто называть Souls-like. Чем представители Souls-like отличаются от других экшенов или RPG? Совокупностью сразу нескольких характерных особенностей. Чтобы называться последовательницей Dark Souls, у игры должен быть запутанный левел-дизайн, комплексная боевая система и, конечно же, механика смерти, когда в случае гибели главный герой возвращается к жизни у последнего чекпоинта, а вместе с ним воскресают и все враги на уровне. В сегодняшнем видео мы собрали самых лучших представителей жанра, чтобы вы знали, какие именно произведения достойны внимания. И сразу уточним, что мы не стали включать в этот список Секиро и Бладборн, так как последние игры From Software являются не клонами Souls, а идейными продолжениями серии. После не самой удачной Lords of the Fallen, ее авторы вновь вернулись к идее сделать аналог Dark Souls, но уже в научно-фантастическом сеттинге. И в этот раз они наконец-то смогли поймать молнию в бутылку. The Search получилась качественной и оригинальной Souls-like, вдохновленной не только темными душами, но и Dead Space и System Shock. В ней игрок разгуливает по мрачным коридорам высокотехнологической станции и сражается с сумасшедшими инженерами и роботами-убийцами, полагаясь на экзоскелет и мощное орудие. Важная фишка The Search – возможность отрезать конечности врагов, чтобы таким образом заполучить приглянувшееся оружие противника или какой-то элемент его брони. В 2019 вышла вторая часть, которая по сути предложила тот же геймплей, что и ее предшественница, но приправленный интересным дизайном уровней. В The Search 2 появилось некое подобие открытого мира в стиле первой Dark Souls, за счет чего игра получилась менее линейной и более увлекательной, чем первая часть. Хардкорный платформер Soul & Sanctuary – двухмерный подражатель душ. Тут есть свой аналог костров, у которых возрождается и лечится герой, и похожая система улучшения характеристик персонажа. А Souls напоминают и текстовые подсказки, которые пользователи оставляют друг другу перед схваткой с сильным монстром или боссом. Сражение в игре тоже вполне в духе игр от FromSoftware. Врагов нельзя победить закликиванием, и каждый удар расходует выносливость. А боссы получились настолько интересными и сложными, что сложно удержаться от радостных возгласов после победы над опасным врагом. Soul & Sanctuary впечатляет огромными запутанными уровнями, которые можно сравнить с локациями из Castlevania Symphony of the Night, классикой жанра платформеров. Сложно поверить, что такую игру сделала команда всего из двух человек. Если у вас есть PlayStation 4 или ПК, и вы ничего не имеете против двухмерной графики, не стоит пропускать это полное адреналину приключения. Film Ninja не скрывает, что Нио – идейный клон Dark Souls, однако тут разработчикам следует отдать должное. Хотя Нио и заимствует концепцию знаменитой RPG, она добавляет в нее немало новых интересных идей. Первая особенность, которая заслуживает упоминания – сеттинг. События игры происходят в мистической версии феодальной Японии, населенной не только людьми, но и многочисленными демонами. Враги получились и колоритными, и интересными. К примеру, тут можно столкнуться с шустрым демоном в облике одноглазого мальчика. Если его вовремя не убить, мелкий бесенок трансформируется в огромного циклопа. И тогда будет не до шуток. Как и в Dark Souls, в нее нужно уклоняться от вражеских атак, блокировать удары и грамотно расходовать энергию героя, однако этим все не ограничивается. Персонаж умеет на лету переключаться между тремя боевыми стойками, каждая из которых помогает в схватке с различными видами противников. Другое интересное нововведение – игрок может восстановить запасы потраченной выносливости, если в определенный момент комбо-атаки нажмет кнопку R1. Подобные нюансы заставляют пересматривать привычную по Dark Souls стратегию поведения в бою. А в недавний Nioh 2 геймплей стал даже еще глубже. Так к вышеперечисленным механикам добавилась еще возможность превращаться в демона, плюс в игре появилась новая система парирования ударов, когда можно отбить даже самые опасные атаки, вовремя среагировав на выпад. А еще в игре исправила ключевые недостатки оригинальной игры, добавив больше видов врагов и более интересные локации. Если и можно к чему-то придраться, то только к чересчур завышенному порогу вхождения. Вместо того, чтобы дать игроку спокойно разобраться во всех нюансах игрового процесса, сиквел с первых же минут бросает его в настоящий ад. Поэтому мы все же советуем сначала поиграть в первую часть, освоить азы и только потом браться за Nioh 2. Что будет, если скрестить Dark Souls и аниме? Получится бодрый и слегка безумный приключенческий экшен про солдат-вампиров, сражающихся с жуткими монстрами в постапокалиптическом будущем. И хотя в плане игрового процесса каких-то откровений от Code Vein не ждите, игра предлагает максимально знакомый Souls-геймплей. На нее все равно стоит обратить внимание хотя бы ради сюжета. Из многочисленных кат-сцен Code Vein можно склеить сносный аниме-фильм. Атмосфера – одно из главных достоинств этой инди-соулс-лайк. Вэшн-герой путешествует по древнему, покрытому серым пеплом, краю. Куда ни глянь, на горизонте виднеются загадочные обелиски и гигантские глыбы, которые были построены исчезнувшими цивилизациями далекого прошлого. Исследуя эти руины величественных империй, чувствуешь себя муравьем в стране гигантов. Причем это ощущение подкрепляется не только арт-дизайном, но и геймплеем игры. В отличие от других соулс-лайк вэшн, исследуешь честный открытый мир. Если вам всегда было интересно попробовать игру, которая заимствует идеи не только у душ, но также и у серии The Elder Scrolls, тойшен пропускать нельзя. Игра Gunfire Games – первая серьезная попытка скрестить шутеры с соулс-лайк и вполне удачная. Ремнон доказывает, что даже если вооружить героя дальнобойной винтовкой, это отнюдь не означает, что классический геймплей внезапно растеряет всю свою хардкорность. Чтобы пушки не превратили происходящее на экране в беспечную прогулку, разработчики грамотно сбалансировали наносимый урон игрока и количество жизни врагов. Между прочим, Remnant From The Ashes – отличная игра, если вы ищите соулс-лайк, который увлечет вас на несколько сотен часов. Дело в том, что каждый раз, когда запускаешь новую кампанию, карта мира, расположение врагов и предметов генерируется случайным образом. По этой причине Remnant не надоедает так же быстро, как некоторые другие соулс-игры. Fallen Order в полушутку называют Dark Souls для самых маленьких. И хотя этот ярлык звучит немного унизительно, нельзя отрицать, что она и вправду является отличным способом познакомиться с жанром темных душ. Fallen Order берет механику Dark Souls и переносит ее в знакомую и уютную вселенную Звездных войн. Все главные составляющие жанра – воскрешение у чекпоинта, фарм-душ, запутанные уровни, драки с уклонениями. На месте просто вместо своих андера тут размахиваешь световым мечом, а вместо заклинаний используешь силу. А еще в игре можно выбирать уровень сложности, ересь для хардкорных поклонников соулс, но важная опция для новичков. В этом году вышли еще как минимум две неплохие соулс-лайк игры. Так, в конце июля состоялся релиз научно-фантастического хоррора Hellpant, а в августе – Mortal Shell. Игры практически точь-в-точь заимствующие визуальный стиль Dark Souls. Но настоящий праздник ждет фанатов жанра в 2021-м, когда на PlayStation 5 выйдет ремейк Demon's Souls с Next-Gen графикой. И, надеемся, наконец-то состоится релиз новой игры от From Software Elden Ring. Надеемся, вам понравилась наша подборка игр про боли превозмогания, которые позаимствовали многие идеи у серии Souls. Ставьте также лайки и подписывайтесь на канал, впереди еще много игр, о которых вам расскажет канал Любовь, Смерть и Гики. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok